Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Об охране объектов культурного наследия будем говорить сегодня. Как регистрируются права на такие объекты, о чем нужно знать, покупая недвижимость в здании, относящемся к культурному наследию. В нашей студии заместитель начальника отдела управления Росреестра по Самарской области Дмитрий Кожевников. Ваши вопросы и мнения по этому поводу сообщайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, объекты культурного наследия, что они из себя представляют? О чем мы сегодня будем говорить? Объекты культурного наследия могут представлять собой как объекты и жилищного фонда, и жилого назначения, так и объекты коммерческого использования, нежилые помещения. То есть жилые дома, а нежилые помещения. Просто когда мы говорим о культурном наследии, представляется что-то, я не знаю, очень такое культурное, так скажем. Вот к нежилым что относится? С жилыми домами все понятно. Как пример нежилых помещений можно привести, допустим, Старый фонд, улицу Ленинградскую, улицу Куйбышева, Венцика. Старый фонд, наша историческая часть города, где, как, в общем-то, не секрет, всем известно, первые этажи, они используются как коммерческие помещения. И, по сути, многие из них и были коммерческими помещениями, магазинами, лавками торговыми купцов. То есть это... Они использовались так. Но на сегодняшний день это является культурным наследием. Понятно. А чтобы узнать, относится вот это жилое или нежилое помещение к культурному наследию, что нужно сделать? Вообще, где вот эти вот списки есть? Данную информацию можно узнать, она имеется в открытом доступе в Министерстве культуры, на сайте Министерства культуры. Ведется таковой реестр тоже Министерством культуры. То есть при необходимости физические и юридические лица в соответствии с действующим законодательством имеют право на получение информации. В рамках содержащихся в таком реестре сведений. А вот при оформлении в собственность таких объектов, серьезных, так скажем, наверное, есть своя специфика и определенный подход. Вот в чем он заключается? Да, определенные правы, конечно. Конечно, это своего рода объекты, которые требуют пристального внимания, чтобы это культурное наследие осталось и не было утрачено. Поэтому непосредственно управлением Росреестра в Самарской области такая работа ведется постоянно. На сегодняшний день, с января этого года, были внесены изменения в законодательство и федеральный закон об охране памятников культурного наследия, которые еще более дали нам возможность такую работу ввести. Были внесены изменения, которые мы используем на сегодняшний день. Они отражаются в основном к требованиям документов, так как для сдачи на регистрацию права, перехода права, реконструкции таких объектов, если они производятся. А если вот какая-то есть разница, если право на собственность хочет получить юридическое лицо или частное, физическое, вот будет разным подход к регистрации или к требованиям каким-то? Нет, подход к регистрации, он будет одинаковый в перечине документов, основной перечине документов именно касательно объекта культурного наследия. Он, по сути, будет тот же. Не столь в регистрации вопрос, сколько именно в ограничении прав пользования такими объектами и в дальнейшем отчуждении данных объектов. А вообще, в основном, кто это эти люди или организации, которые хотят приобрести в собственность вот эти объекты культурного наследия? Потому что есть такое мнение обывательское, что в историческом центре вот эти домики, да, и там живут люди, которые, если это их собственность, не могут содержать их нормально. Вообще, кто претендует сегодня на то, чтобы зарегистрировать свои права и стать собственником вот таких вот серьезных объектов культурного наследия? Ну... Какие случаи бывают? Говорить о том, что есть какая-то определенная группа заинтересованных лиц, я не могу. Тут в первую очередь надо понимать, что объекты культурного наследия, они несут как какие-то права на них, так и обязанности в первую очередь. И данные обязанности достаточно серьезно ограничивают собственников в пользовании таких объектов, будь то они жилого назначения, либо нежилого назначения. Даже более критичны здесь именно вопросы к нежилому фонду, наверное, потому что при ситуации, когда, допустим, человек купил квартиру в доме, который является культурным наследием, и купил ее для проживания, стандартная ситуация, на него накладывается также определенное ограничение. Он не может производить реконструкцию данного помещения без согласования с Министерством культуры, менять фасад, расширять оконные проемы. То есть, когда мы видим пластиковые окна в этих деревянных домах, то это уже... получается, что это не дома культурного наследия, не объекты, да? Нет. Или это нарушение? Это, да, скорее вот наоборот, это дома, это может быть дом, являющийся объектом культурного наследия, но уже с определенными нарушениями, хотя как бы это тут решать, конечно, Министерство культуры. То есть, контролирующие все функции все-таки у Министерства культуры, да? Министерство культуры, да, и эта работа ими ведется, и планово, она также, насколько я знаю, имеется в открытом доступе о плановых проверках. Потому что очень много, конечно, вот, по-моему, практически все дома уже деревянные с этими вот окнами пластиковыми, что, конечно, картину и портит, с одной стороны. И людей, понимаешь, которые не могут вот жить, да, в приемлемых условиях без окон этих пластиковых. Окна и требования к фасадам здания также, а ведь это, допустим, если мы говорим вот о стандартных случаях распространенных бытовых, допустим, те же кондиционеры. Нельзя мешать. Это же нарушает фасады здания. Да. Вот, но это не так критично все равно для, допустим, физических лиц, вот, как для тех юридических лиц, которые ведут коммерческое использование таких объектов. Потому что те вывески, те щиты рекламные, которые иной раз закрывают полностью фасады таких помещений, это является неогрубым нарушением. Ну, конечно, но вот если вот здраво подумать, да, то никакая организация с сотрудниками внутри не может работать сегодня без кондиционера, без вывески, да, это необходимость. И без тех же пластиковых окнах. Вот как эти вот конфликты разрешаются? Какие? И при нарушении штрафуются, получается, да, вот владельцы таких заведений? Или что? И что происходит? Тут, во-первых, не надо доводить до конфликтов. Все это должно решаться при непосредственном участии Министерства культуры, то есть обращаются в орган, ответственный за сохранность памятников, согласовывают те или иные действия по реконструкции, либо по внесению изменений в фасады, вывески. То есть это будет решение уже соответствующего органа, потому что, естественно, что-то можно, что-то нельзя. По отдельным объектам, в зависимости от их ценностей, наверное, принимаются отдельные решения. Вот вы сказали, что контролирующие функции у Министерства культуры, а у вас тогда какие задачи, функции у Росрегистра? Вот вы только регистрируете, получается, да? У нас, как у регистрирующего органа, задача не допустить регистрацию незаконной реконструкции, которая прошла без необходимых документов с Министерства культуры, не допустить отчуждения объекта собственнику без, допустим, указания информирования собственника нового о том, что это является объектом культурного наследия, потому что зачастую человек покупающий пришел посмотреть квартиру, ему понравилось, он купил, он может и не задумываться о том, что это является памятником, он может даже не знать о том, что такое объект культурного наследия. Его устроила цена, устроила квартиру, он пришел, купил, а впоследствии выясняется, что у него есть определенные ограничения, и более того, обязанности по содержанию непосредственно объекта культурного наследия, это может сильно... То есть вот что вы посоветуете тем, кто хочет вот в историческом центре, скажем, где основные объекты культурного наследия находятся, наверное, все-таки, да? Вот что вы им посоветуете прежде всего, на что обратить внимание? Тем людям, которые хотят приобрести в собственность, в первую очередь подойти взвешенно к такому решению, проверить, касательно все документы обязательно, и касательно культурного наследия в первую очередь обратиться в Министерство культуры, либо зайти на информационный ресурс Министерства культуры, понять для себя, является ли это памятником культурного наследия, если таковой объект действительно имеет место, памятник, истребовать у продавца документы для просмотра о том, что, какие ограничения наложены на этот объект, то есть это должно быть охранное обязательство, если оно выдавалось, либо паспорт объекта культурного наследия. В идеале это должно быть и то, и другое, то есть охранное обязательство и неотъемлемая часть к нему паспорт объекта культурного наследия. А вот на сегодняшний день получается, что все объекты, которые признаны объектами культурного наследия, они зарегистрированы? Или нет? Или есть такие, которые еще нуждаются в регистрации, в оформлении собственности? Если мы говорим, в принципе, есть вновь выявленные объекты, которые еще не внесены в реестр министерством культуры, но на них накладываются те же ограничения до момента внесения либо отказа. Если будет отказ о внесении данных объектов в реестр, объектов культурного наследия, то эти ограничения снимутся. Касательно регистрации в Едином государственном реестре прав нашего государственного органа, здесь сложно сказать, все ли объекты зарегистрированы на сегодняшний день, потому как это процесс живой, государственная регистрация идет постоянно, и есть объекты, которые проходили регистрацию ранее в установленном законном порядке, регистрировали в свое время до 1998 года в Бюро технической инвентаризации. Это орган, на тот момент ответственный за государственную регистрацию прав. Собственники могли не дойти еще до управления Росреестра, поэтому в Едином государственном реестре прав такого объекта может не быть. Но это никак не умаляет всех требований касательно сохранения этого памятника и документов, опять-таки, при обращении за регистрацией либо сделки по нему. Да, ну вот это такие особые объекты. Скажите, вот правила как-то меняются со временем по отношению к регистрации? Какие-то особенности новые появляются? Вот вы сказали уже про закон изменения в федеральном законе об объектах культурного наследия, а вот на частых и юридических лицах конкретно это как отразится? Изменения внесены, а дальше что? Вот в чем они? В первую очередь это на сегодняшний день отражается в требовании к документам, представляемых на регистрацию прав и сделок. На сегодняшний день при регистрации перехода прав, будем говорить сделки, допустим, купли-продажи, требуется охранное обязательство на объект культурного наследия, как я уже говорил ранее, и паспорт объекта культурного наследия, если выдавалось охранное обязательство. Если охранное обязательство не выдавалось, то необходимо будет его получать. Но на сегодняшний день форма охранного обязательства находится на утверждении, и Управление Росреестра здесь приняло решение на сегодняшний день проводить регистрацию на основании паспорта культурного наследия. Но в последующем, когда форма будет утверждена, охранное обязательство станет также неотъемлемой частью подачи документов на регистрацию перехода прав. А вот эти документы-то где брать? Вот все, вот этот паспорт, вот это обязательство охраны, где вот это все? Охранное обязательство, это брать его, обращаться в Министерство культуры, это является обязанностью собственника, который владеет недвижимостью, допустим, если вы приобрели такой объект, то теперь вы должны будете пойти, получить охранное обязательство и паспорт культурного наследия. В охранном обязательстве указываются все необходимые действия, которые вы должны предусматривать при пользовании таким объектом, ограничения, которые на вас накладываются права и обязанности. И вот в случае каких-то вопросов вы уже будете знать, увидев этот документ, что вы можете делать, что нет. Понятно. К нам уже поступает первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-1122. Звоните, еще есть время. Денис интересуется. Я покупаю квартиру, и мне риэлтор говорит, что квартира в доме, который является культурным объектом. Какие мне документы нужно предоставить на регистрацию? Как Денису, как покупателю на регистрацию документы представлять касательно объекта культурного наследия никакие не надо. Это делает продавец. Продавец должен получать эти документы, обращаться в Министерство культуры, как я и сказал. Раньше мы можем еще раз это проговорить. То есть, если выдавалось охранное обязательство на этот объект, то продавец его представляет и паспорт культурного наследия. Будет регистрироваться ограничение. Право уже в пользу Министерства культуры. Этих документов будет достаточно. В договоре обязательно должно быть указано, что данный объект или квартира находится в объекте культурного наследия. И приобретатель обязуется сохранять данный объект и внести все тяготы. А вот уже когда Денис будет продавать квартиру, тогда ему понадобится то же самое, что сейчас его продавцу. На сегодняшний день, еще раз напомним, если охрана обязательства выдавалась, оно представляется. Если оно не выдавалось, представляется информация, мы ее запрашиваем по межведомственному взаимодействию в Министерство культуры. Если оно не выдавалось нам отвечать в Министерство культуры, то будет достаточно паспорта объекта культурного наследия и указания в договоре информации о том, что квартира или объект целиком является объектом культурного наследия. Следующий вопрос, Татьяна. Наш дом является домом культурного наследия, и какой-то предприниматель повесил на нем вывеску «магазин». Имеет ли он на это право или нет? Ну, это то, что я так раз говорил ранее по нежилому фонду коммерческого использования. Как правило, предусматривает ограничение в пользование объекта культурного наследия, сохранение фасада и сохранение его исторического вида. Но если он согласовал, как вы говорили, уже заранее с Министерством культуры. Если он согласовал, да, и есть разрешительные документы от Министерства культуры, то, соответственно, он ничего не нарушает. В противном случае Министерство культуры... А вот может жительница дома, имеет она такое право свое поинтересоваться у владельца этого магазина, есть такое разрешение на вывеску у него или нет? Или это в юридические ее права не входит? Может она к нему зайти, если вот так рядом там живет совсем, а он там работает? И спросите, а у вас есть разрешение на вывеску или нет? Ну, я думаю, если это нарушает непосредственно ее права, допустим, как бы мешает ей, то, конечно, она такое право имеет. В любом случае, поинтересоваться, да, можно, конечно, да. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Евгеньевич, вообще вот вы работаете, у вас такая практика, да, вот с регистрацией вот этих объектов культурного наследия. Какие здесь плюсы в приобретении вот такого объекта и какие минусы? Потому что все мы знаем, что в каждом деле есть какие-то свои преимущества и какая-то негативная сторона. Вот на что обращать все-таки внимание? Плюсы перевешивают в чем-то, когда приобретаешь такой объект? Или все-таки нужно сто раз подумать, прежде чем вот этот объект себе в собственность приобрести? Ну, во-первых, начнем с того, что приобретая любой объект, надо сто раз подумать, потому что это очень серьезный шаг, и надо все тщательно взвесить и принять осознанное решение о покупке. Ибо не каждый день основная наша часть населения покупает какие-либо объекты недвижимого имущества. Касательно объектов культурного наследия, тем более, потому что, как мы и говорили ранее, накладываются ограничения в пользование. То есть, если я, допустим, куплю квартиру в обычном новом доме, то захочу убрать все стенки или убрать какую-то перегородку, расшириться за счет этого площадь из двух комнат, сделать одну, то мне надо будет обратиться в департамент по строительству, получить необходимую разрешительную документацию. То есть, это, как правило, если, опять-таки, не рушая градостроительный кодекс, никаких проблем не вызывает. Однако, вот в случае, если это объект культурного наследия, то здесь уже надо будет обращаться в Министерство культуры. И вряд ли такое согласование можно будет получить легко. Более того, как правило, в объектах культурного наследия, если это старые дома, потолки могут быть с какими-то элементами декора, еще что-то. То есть, вот это нужно принимать уже. Натяжные потолки, евроремонт, вот это уже, я бы поставил под сомнение возможность. А какие-то бонусы есть все равно? Ну, вот то, что там, я живу в доме, где жил там какой-то там... Да, вот такие вот бонусы, наверное, носящие такой вот моральный характер. То, что, во-первых, это красивый дом, может быть, если он в хорошем состоянии и после реконструкции. Как правило, высокие потолки. И самое основное, все-таки у нас старый фонд, это историческая такая часть города. То есть, наверное, это единственный, я бы вот для себя отметил как бонус, то, что это историческая часть города. Понятно. Наталья, следующий вопрос. Я предприниматель, покупаю нежилое помещение в доме культурного наследия. Насколько для меня это будет сложно в плане оформления и срока регистрации? Вот срока регистрации мы еще не касались вопроса. Да, действительно, вы правы, срока регистрации мы не коснулись, но тут стоит успокоить, порадовать нашего зрителя тем, что срок регистрации, он такой же, не отличается. Это семь дней установлены приказом нашего руководителя. Поэтому срок регистрации, если с документами все в порядке, все необходимые документы подготовлены, были качественно, профессионально, никаких вопросов, семь дней такая регистрация пройдет. То есть в плане оформления, вот там перечень все-таки документов больше, чем... Перечень, конечно, больше. Вот то, о чем мы говорили, в договоре необходимо будет... Это будет нестандартный договор, скажем так, не тот, к которому все привыкли. То есть там будут указаны необходимые пункты о том, что собственник извещен, о том, что он приобретает объект культурного наследия. Возможно, будет указано ограничение, если они уже есть. То есть это необходимо, в противном случае сделка будет считаться ничтожной. И самое главное, это документы, о которых мы говорили. Если выдавалось ранее, когда-либо, даже не обязательно последнему собственнику оно могло выдаваться 5-10 лет назад, то это охранное обязательство надо будет предоставлять. И паспорт, объект культурного наследия. Будет в этом случае зарегистрировано ограничение в пользу Министерства культуры, как мы уже проговорили, с теми правами и обязанностями, которые возложатся на приобретателя этого объекта. Понятно. А вот в вашей практике, ну или вообще, вот вы слышали, бывали ли случаи все-таки, когда пытались зарегистрировать недвижимость без необходимых документов? Бывали такие случаи? Пытаются люди и как-то вот... На сегодняшний день в связи с внесением изменений в действительности законодательства это основная, наверное, часть документов, потому что, как правило, либо в договоре нет необходимой информации на отчуждение, либо же нет охранного обязательства и паспорт культурного наследия. Опять-таки напомню, что на сегодняшний день формы находятся на утверждении, поэтому основная часть сделок сейчас не может представить этот документ, поэтому мы делаем запрос в Министерство культуры и здесь уже в рамках приостановки получаем ответ и принимаем решение по существу уже на основании полученного ответа. То есть вот в некоторый вот этот переходный период, пока форма не прошла утверждение, мы работаем по такой схеме в плотном взаимодействии с Министерством культуры. Как только будет утверждена форма охранного обязательства, эти документы должны будут представляться собственниками. Перед сделкой, соответственно, собственник нынешний должен будет получить такое охранное обязательство, представить его на сделку, покупатель приобретает объект, со своей стороны никаких документов касательно объекта культурного наследия он не собирает, но после приобретения регистрации права собственности он уже должен будет обратиться в Министерство культуры, получить такое охранное обязательство и четко следовать. Вот знаете, я хочу получить ваш комментарий. Совсем недавно в этой же студии на вашем месте был бывший архитектор города Виталий Стадников, и он сказал буквально, что в вопросе решения проблемы исторического центра, сохранения вот этого наследия всего культурного, стоят имущественные интересы. Проблему решит право на собственность, то есть нужно разрешить людям оформлять землю в собственность, вот объекты в собственность, и тогда вот проблема решится. Вот а сегодня что происходит? Вот как по его словам, что сегодня отдается застройщикам вот целые такие вот куски земли большие, именно застройщикам, и они уже там сами строят там, что хотят. А вот нужно, как я поняла, что вот собственник удавать вот и землю, и объект на нем стоящий, и тогда вот будет какой-то вот прогресс, и все сохранится. Вот какое решение, вот как вы это можете прокомментировать? Росреестр вообще имеет к этому отношение какое-то или нет? Росреестр только регистрирует права и ограничение этих прав, поэтому, естественно, там к принятию решения передачи мы не имеем, да. Но что здесь можно сказать со своей стороны? Могу отметить, что если передается, как вы говорите, застройщикам какой-то кусок земли, то я так полагаю, там уже нет объектов культурного наследия как таковых. И вопрос архитектуры, облика города, наверное, входит в компетенцию уже органа, который занимается архитектурой, главного архитекта города, что разрешать строить на данном земельном участке. А вот если мы ведем речь о том, что надо отдать и возложить полностью обязанности на собственников по содержанию, по сути, если же мы передаем, я правильно вас понял, целиком объект собственников, то ведь, как правило, это ветхий фонд, так или иначе. И реконструкция, она достаточно серьезная и затратная, и не каждый собственник сможет такое время потянуть. Ну, если юридическое лицо, допустим, там будет какой-то там или офис, или коммерческое что-то, он, наверное, сможет вот что-то сделать достойное. А вообще, вот вы вообще в чем видите проблему исторического центра нашего города, лично вы, и тех же объектов культурного наследия, вот какую-то вот проблему? Вот есть же в этом проблемы в сохранности этих объектов, в охране, еще в чем-то? И каким вы видите выход из этой ситуации? Потому что сегодня очень много говорят на эту тему, и дома все больше и больше разрушаются, и мы все, мне кажется, все больше и больше теряем эти объекты на самом деле. Ну, да, вы действительно правы. Как вот это все можно решить? Ваше мнение какое? Как жители города? Мое мнение, как жители города. Здесь необходим четкий и жесткий контроль за использованием объектов культурного наследия. Соответственно, орган, ответственный за охрану объектов культурного наследия, должен четко контролировать, как используется помещение, какие реконструкции в них проводятся, используется ли оно по назначению. Ведь оно может быть, в принципе, не предусмотрено под то или иное использование. И применять какие-то необходимые меры воздействия уже на таких собственников. Причем эти меры воздействия, они предусмотрены действующим законодательством, вплоть до изъятия объекта у собственника. Ничего себе! Да. Поэтому, в общем-то, все инструменты, на мой взгляд, для, скажем так, сохранения объектов, приведения в порядок, они есть. Вот. И, конечно, надо проводить реконструкцию, грамотную реконструкцию с проведением необходимых экспертиз предварительных. Но это тоже такие серьезные вопросы, выделение бюджетов, как на федеральном уровне, так и на муниципальном, региональном. Понятно. Ну вот вы, как специалист, как раз по этим вопросам, чувствуете, что сегодня спрос есть на регистрацию, на то, чтобы в собственность себе, независимо от того, юридическое или частное лицо, вот такие объекты заполучить? Есть такой интерес сегодня? Или какой-то спад? Или это нейтральное? Оно всегда так вот, как идет и идет? Скорее, это идет своим чередом. Гражданский оборот, он никогда не останавливается. Он движется, покупают, продают такие объекты. И я бы не сказал, что здесь вот есть какие-то всплески. Скорее, если они будут, то наоборот, если все начнет контролироваться максимально жестко, скажем так, да, такое развитие событий, то интерес, допустим, к коммерческому использованию, он явно упадет, потому что достаточно серьезные ограничения, они именно, на мой взгляд, на нежилой фонд накладываются. Потому как существовать магазином без фасадов, которые они хотят, допустим, фирменные какие-то фасады. Мы знаем такие не очень хорошие примеры, когда закрывается целиком весь фасад здания вывеской того или иного магазина. Реклама – это двигатель торговли, а в этом случае, когда нет вывески, это уже будет сложнее. Поэтому, возможно, коммерческое использование будет не так уже интересно. Тем более, что и реконструкцию внутри таких помещений проводить нельзя. И есть такие примеры, когда такие реконструкции проводились, и сейчас сделать с таким объектом не могут, когда… потому что действующее законодательство запрещает выдел обосабливание таких объектов. То есть, если это долевая собственность, нельзя выделить обособленное помещение. Все, спасибо большое. Наше время и стекло. Спасибо за то, что пришли, раскрыли эту тему. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!